Ребята, всем привет! В общем, у нас в Казахстане закончился, оказывается, основной этап переписи населения. По крайней мере, об этом сообщают так официальные органы власти, и что якобы приняли участие в переписи более 19 миллионов человек. Ну, в принципе, вериться в это, конечно, с трудом, и по этому поводу я сделал опрос на своем канале YouTube, и вот большинство сказали, что не участвовали в переписи. Как это так? Вообще, у меня такое ощущение складывается, что перепись у нас проводила Центральная избирательная комиссия. Ну, вот как-то так. Смотрите на данные, вы можете видеть их перед собою. Взошла банальная групповая драка. Это недопустимо. Получение травм учащимися в стенах школы – это серьезное чрезвычайное положение. Далее произошла хулиганская выходка молодежи. Но такую реакцию можно было и нужно было предвидеть и упредить. Однако этого не было сделано. А в информационном пространстве данный инцидент приобрел ярко выраженный межэтнический окрас. Здесь никакого межэтнического конфликта не было. Но определенные группы провокаторов и недоброжелателей нашей страны разукрасили этот инцидент именно таким образом. И со стороны правоохранительных органов, как, впрочем, и со стороны администрации президента, каких-либо мер в отношении таких провокаторов не предпринимается. Что удивительно. Мы же должны реагировать. Эти провокаторы наносят самый серьезный ущерб национальной безопасности нашего государства. Поэтому из этого инцидента мы должны сделать правильный вывод. Ребята, вы можете понять, что говорит президент Касымжа Мартакаев? Он говорит одно, а вот представитель полиции совершенно другое. И тут пойми, был конфликт на почве национальной или нет? Получается так, да? Одна рука не знает правое, что делает левое. Групповые драки произошли между учащимися в девятых и десятых классах, разделенных по национальному признаку. Видеоролик драки в селе Пиджим также очень активно обсуждался в социальных сетях и вызвал бурную реакцию в обществе. Но своевременно принятые меры позволили локализовать конфликт и не допустить межнациональной розни. Сейчас по всему Казахстану полиция останавливается. Автомобили с российскими номерами и отправляет их на штрафстоянку. В общем, по сообщениям, якобы 90 тысяч таких автомобилей по Казахстану, которые якобы имеют российские номера, но не имеют регистрации как в Казахстане, так и в самой России. И сейчас вот в городе Уральский выработано обращение со стороны автовладельцев с российскими номерами. На имя руководителя, я так понял, МВД, чтобы дали время для регистрации. Но так или иначе, достаточно много машин уже оказались на стоянках вот таких. Конечно, это вызывает бурю возмущений. В общем, и по этому поводу есть также официальная точка зрения наших властей. В городе Казахстанской области проведен мониторинг по ранее ввезенным на территорию Республики Казахстан транспортным средствам, зарегистрированных в Российской Федерации, по которым с компетентных органов Российской Федерации получена информация о транспортных средствах, снятых с учета. Согласно статье 63 Закона Республики Казахстан о дорожном движении, обязательной регистрации подлежат механические транспортные средства, изготовленные в Республике Казахстан или везенные в Республику, за исключением транспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства, участвующих в международном дорожном движении, и ввозимых на территорию Республики Казахстан на срок не более одного года. На территории Республики Казахстан запрещается участие в дорожном движении или эксплуатации транспортных средств, не прошедшая государственную регистрацию. В настоящее время в Департаменте полиции проводится работа по проверке транспортных средств согласно полученной информации на предмет регистрации в Российской Федерации, запрещением эксплуатации транспортных средств. В случае отсутствия регистрации транспортных средств подвергается на спецавтостоянку, а в отношении водителя принимаются меры административного характера в соответствии со статьей 590, часть 2 КЛАП Республики Казахстан. Управление транспортных средств без государственных номерных знаков или после запрещения его эксплуатации, и незарегистрированным установленным... Ну, со своей стороны, я могу сказать, конечно, дело печальное. И вот у казахстанцев должна быть возможность приобретать автомобили без всяких особых ограничений. Да, таможенную пошлину заплатить небольшую, но утилиционный сбор, он неподъемный. И потом, куда он идет? Он идет в РОП. Частная компания, и эта частная компания как бы должна осуществлять экологические какие-то мероприятия для того, чтобы утилизировать эти машины, когда они перестают эксплуатироваться и т.д. и т.п. Но это частная компания, и кому она принадлежит, речь идет о том, что якобы данная компания, фирма, принадлежит, ну, семье Назарбаевых, Алие. Это, конечно, вопрос, насколько это правда или нет, пока особо-то и подтверждений по этому поводу нет. Ну, вот такая ситуация, к сожалению, печальная, да. Ну, все, российский учет, доездились, забирают машину на штрафстоянку. Уже штук 20 загнали в течение двух часов. Подходил сам лично к гаишникам, узнавал, к водителям автомобилей. Росучет забирают. Если он снят в России с учета, в городе ажиотаж, говорит, всех подряд тормозят, забирают машину. Ну, я уже штук 20 точно насчитал за два часа. Передайте всем близким, родным, друзьям, потому что ездить нельзя, запрещено. Передвигаться на автомобиле, который снят в России с учета. Проверяйте свои машины. Всем удачи на дорогах. Ребята, это все. В общем, кому ролик понравился, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Прошу также подписываться на телеграм-канал. Там больше видео выставляются. Видео, которые невозможно выставить в фейсбуке, в ютюбе по тем или иным причинам, цензурным. Ну и, конечно, подписывайтесь на сам канал. И там еще колокольчики есть. Всем пока.